Что мы не ожидали, но мы не ожидали, что с газом такое нам сделают. Уже третий месяц. Да. Так лето, ладно лето. А сейчас же холода начнутся. Как мы будем? Куда нам? Вопрос стоит очень больной по поводу газа. Дело в том, что сейчас именно труба высокого давления находится в воде. То есть туда зашла вода. И ГАЗ «Трансаймак» не хочет брать ответственность по поводу ремонта. Если этот ремонт проводится, нам нужны сроки. В какой период он будет отремонтирован, когда будет произведено давление, выдувка воды и так далее. Вот этот вопрос нас очень интересует. Я, как бы, председатель дачного общества «Восход», наше общество не топило. И люди еще проживают. Но сейчас, в данный период, сырость в дачных домах. Люди с детьми проживают, с большими семьями, скажем так. И сейчас они школы могут пропускать, потому что заболевание идет. Вот этот вопрос очень больной. Нам нужны сроки, когда начнут давать газ. Потому что холода наступает, а нам жить. Мы сделали ремонт, и все, мы же не можем так все это оставить. Потому что мы потом приедем, и здесь ничего не останется у нас. Мы все свои вложения сюда вложили, поскольку лет мы уже... Вот мы лично 19 лет здесь живем. Все силы здесь на дом, все. Мы не из-за роскоши здесь живем, потому что детям тоже надо где-то жить. Вот мы оставили их в квартире, а сами вот, чтобы не ругаться, не скандалить, нужно разъезжаться. Вот мы здесь себе, как говорится, все построили, все. И такое вот случилось, что газ. Что мы не ожидали, но мы не ожидали, что с газом такое нам сделают. Уже третий месяц. Да. Так лето, ладно, лето. А сейчас же холода начнутся. Как мы будем? Куда нам? Если мы уедем, все, у нас здесь ничего не останется. У нас и окна поснимают, и двери поснимают, и все у нас поснимают здесь. Мы знаем, что зимой здесь творится. Поэтому здесь живем, и сохраняются эти садоводческие общества. А раньше, когда здесь не жили, приезжали, то окон нету, то дверей нету. А сейчас мы живем, поэтому тишина здесь. Мы даже не можем свои котлы проверить. Не то, что зима. Рабочие они или не рабочие. Уже надо вот в сентябре, чтобы давали. Потом холода начнутся, они скажут, как мы будем под землей, там что-то делать. Уже замерзла, вода замерзла. Мы не сможем эти подземные работы выполнять. Поэтому сейчас надо уже, чтобы подсуетились как-то это. С мертвой точки всех надо сдвинуть. Это же так не делается. Да, лето прошло, а никакие за все лета, никакие работы не были произведены. Уже такие обращения. Мы многодетная семья. У нас четверо детей, и мы тоже вынуждены жить здесь, на даче. У нас дом большой. И нам некуда, например, ехать. Просто некуда. И снимать жилье для нас, это тоже очень затратно. Потому что детей нужно воспитывать, поднимать, их нужно одевать, кормить. То есть вот такая вот ситуация. Просим, чтобы эту проблему решили пораньше. Верните нашу, свою. Да, газ проводился. Газ был, да. Мы же вложили свои вложения. Деньги были. Лично нас вообще уговаривали. Ребят, вы что тянете? Давайте, пока есть возможность, мы подключайтесь к этой газовой системе. Лично меня лет пять уговаривали. Не надо об этом даже что-то говорить. Какие-то иллюзии у кого-то деть. За мной ходили. Я говорю, я доживу до пенсии. Там посмотрим. Нет, давайте, давайте. Как дурак, блядь, повелся. Подключился, зиму пожил. А теперь говорят, а вы знаете, что это незаконно. Где у вас договоры начали заниматься ерундой. Вот так нельзя, ребят. Давайте все, если все по закону, значит давайте по закону. Вы с нас деньги взяли, вы нам лицевые счета присвоили. Мы платили, платили все по закону. За оказанные услуги. Все. То, что с нашей стороны, вы нам предоставляли газ, мы платили. Вы, значит, должны свои, как бы сказать, обязанности выполнять. Все. Налаживайте эту инфраструктуру, налаживайте эту систему газовую. А не, пожалуйста, не надо заниматься вот этим мандализмом, курочить. Всю эту инфраструктуру налаживайте, подайте людям газ. И все. Все это понятно. То, что у людей там и дети, и бабушки. Ну мы люди-то живые. Правильно? И не надо вот что-то на этом кому-то наживаться. Зачем ломать? Не знаю, куда это вот вкладывают деньги, технику выделяют. Выделяют, да. Сносят дома, людей как-то непонятно. Люди все это же видят. Ненужные растраты. Зачем? А сколько заплатили за подведение каждой из семей? А сколько? Ну давайте, давайте считать. Деньги сколько было? Начиная от 200 до 400, 400. Давайте так не будем, как от 200. Люди, давайте сразу скажем, в пределах миллионов выложили. Да? В пределах. Это все. Вы что, даже больше миллионов. Во-первых, вся документация этой деньги, да, потом более миллиона вложили. Какие 300 тысяч? Откуда эти деньги взяли? Вели, копили эти деньги, вложили. Вы нам, дайте наше. Нет, не надо ничего. Просто, чтобы было, да. Ну, вернуть, вернуть газ. То, что есть газ, да, все, нам нужно, да, вот. Деньги в ней нужны, да. То, что есть система, не надо ее разрушать, да. 300 тысяч. Кто придумал тебе 300 тысяч? Спасибо. Вы почитайте. Сейчас радиатор, да, отопление, мастеров назначили. Да, правильно? Больше миллиона ушло. Больше миллиона ушло. Что, скажи, будем подсчитывать, что ли? Да, с отоплением все. А людей, которых обманули, по два раза деньги взяли. Сегодня взяли 300 тысяч, потом люди пропали, потом приехали, еще раз взяли по 600 тысяч. И что это вопрос поднимать? Все взяли кредиты. И все оплачивают кредиты, а газа нет. А газа нет. Дескредитливый. Да, а то глантед. Это все последнее, и у меня уже сил нет, я уже старый стал. Чтобы заново начинать жизнь, как? Поэтому придумали 300 тысяч, блин, сказки. Куда бедно, я в него вложил всю душу и все, сердце. В доме только 500 тоже как-то пропали. А теперь все, не знаю, что делать. А еще по два раза же взяли. По два раза взяли. И что теперь? Слезы выгонять из дома? По этому вопросу вести. Не надо вот это. Есть у меня квартира, там, где у меня дети живут. Да, нужно все это дело наладить. Да не может быть так, люди вот через океан проводят газовые трубы, и всю эту инфраструктуру работает. А у нас через речку протащили, водичка попала, плеснули. Все за ерунда, и все, и газ пропал. А газ был до последнего? До последнего. Через море, океан, и трубы ведут. Они дома ломают, которые люди дали. И там ломают не только дома, но и под газ трубы вырывают, выдергиваются. На столбах провода рвут экскаваторами, поднимаются в ковши высоко. Это как будто уничтожает все. Не только этот дом, но и вокруг него. И газ, и провода. Не оно на самом деле. Люди так и думают, говорят, что за ерунда, наверное. Это как будто специально все. Просто, да, оно к этому и идет. На эти деньги средства выделяются. Техника какая работает? Тяжелая техника. А сколько она часовая? За нее бабки какие, немалые же деньги. А газ не могут сделать. Газ даже. Они как просто выживают. Действительно. А где это? Что получается? Где хозяин-то? На улицу. И что за это? Это хозяйство так же поступает никто. Больше 40 лет. Около 45 лет нашим обществом всем. Правильно? И нас так уже. И все пользовались всеми, как говорится. И транспорт был, и свет у нас. Все мы это обслуживали сами. И за свет мы все обслуживаем сами. Правильно, да? Несмотря на то, что мы в электросети оплачиваем по тем же тарифам, как и город. Какой город? Больше. Теперь мы газ подвели сами. Правильно? За свой счет подвели. И теперь в данный момент, когда произошел такой ЧАЭС, понятно, это природа. Это ничего не поделаешь. Ну просто сейчас людей не надо обманывать. Надо сказать так, как действительно. Что нас в дальнейшем ожидает? Или ликвидируют все садоводческие товарищества? А кто дал право ликвидировать? Если ликвидируют, так сейчас говорят некоторые, да? Тогда люди не будут сейчас стараться снова возмещать свои строения и все прочее. Это же средства. Правильно? Слушайте, давайте с того начнем. Да, ну старый забор натопил. Давайте его снесем. Вы о чем говорите? Там, где была вода, давайте будем снать. Правильную информацию. Да там даже говорить не надо. Я этот вопрос подниму в сентябрьской сессии. Начало создание депутатской комиссии. Куда уходят деньги, поступившие частные фонды? По нашим информациям, уже потеряно 16 миллиардов. Куда ушли эти деньги? Этот вопрос я первый раз слышу, этот вопрос я подниму обязательно. Чтобы депутацию корпуса городской включили этот вопрос первой очередой. Потому что вечером уже прохладно, сентябрьскими месяцами. Куда смотрит прокуратура? Создали комиссию они, 17 человек, городской партии Аманат. Нас не включили эти комиссии. Мы не имеем права даже. Я запрос отправлю в прокуратуру. На что-то папа пострадавших, деньги выделены, сколько. Они говорят, что мы не имеем права, сейчас фонд проверяет, закона такого нет. Как этого закона нет? Депутат не может проверить, куда уходят деньги. Я думаю, это манипуляция. Уже когда отключили, 23 июня, да? Да. После паводки. 20 июня, 24 июня. Чтобы они быстро включили эту комиссию. И они против выступления, когда требовалось, чтобы депутатскую комиссию создали. Все дачи проверили. Они туда не... А вот бесхозные дома. Туда деньги выделяют, миллион тенгет для разрушения этого дома. Куда уходят? Они отчет нам не дают пока. Какие организации работают, разрушения этого дома. Будущее этого дома. Куда это уходит? Кто баланс будет держать? Городской акимат. С чем будем... Будущее это будет. Опять будет перепродажа. Уже 30 лет продавали это место. Они даже акты давали, все давали. Да. А закону по жилищу Аташи, это запрещено вообще. По именным местам строить дома. Зимний вариант тем более. А там постановлено 1222-е, 2014 года. Там сказано, паводка по стране, единственный жилет все должен получить. Не только зимний вариант, а там сезонный должен получить. Там список проверили. Более 200 человек не получили еще. Семьи. Даже больше, наверное. Я буду требовать. Комиссия создавали. И обещаю вам этот вопрос решить в сентябре месяце. В ближайшее время. Мы надеемся. Да. Спасибо. Я независимый депутат, я никакой партии не подлежусь. Надеемся. Да. У нас дети маленькие. Ну, основной вопрос, да, по газу, чтобы, да, это первый, потому что холода наступает. Спасибо.